История Нюрчука Качкарова, жителя аула Старая Джигута, отражает судьбу многих карачаевцев, переживших годы военного лихолетия и депортации. Он родился в большой трудолюбивой семье, в которой было шестеро детей, четверо сыновей и две дочери. Когда началась Великая Отечественная война, их отец Рамазан Наибович ушел на фронт, а Нюрчук, старший сыновей, взял на себя заботу о семье. В тот сложный период семья старалась сохранить единство и поддерживать друг друга, пока отец защищал родину. Мне было 11 лет, когда уже начинал работать в колхозе. Я вместе со взрослыми работал на пашнях. Когда в селе Ураковском копали окопы, зимой на лошади привозил бревна. Они их закидывали в окопы. Трагическим поворотом в жизни семьи стало решение о депортации карачаевцев. 2 ноября 1943 года в ООЛ вошли войска НКВД и под дулами автоматов местных жителей, включая семью Качкаровых, погрузили в эшелон и отправили в Среднюю Азию. Долгий и мучительный путь в Казахстан и Тергизию был полон лишений и страха за будущее. Деревянные были вагоны. И так доехали до Саратова. Уже был вечер. Через некоторое время заехали на мост и стояли очень долго. Люди все перепугались, думая, что выкинут всех в эту реку. Началась тревога среди людей. Крики, шум, плачь. На слава Аллаху, нас никого не выбросили в воду. Нюрчук вспоминал, что в те годы было трудно не только физически, но и морально. Многие были разлучены семьями, голодали и мерзли в холодных вагонах. На новом месте их дала жизнь в тяжелых условиях, вдали от родных мест. Но даже в этих тяжелых условиях карачаевцы, проявив невероятное трудолюбие и стойкость, смогли выжить и наладить быт. Нюрчук, как и многие другие дети, лишенные детства, без устали работал. Один я работал далеко от семьи. И на кошарах находился, пас овец. Остальные мои братья и сестры находились в колхозе. С одного села в другой нельзя было перемещаться. Были коменданты, которые смотрели за нами. Если попадались, то штрафовали или на 15 суток арестовывали. Самым счастливым днем в своей жизни Аксакал называет день, когда он узнал, что издан указ, позволяющий депортированным вернуться на Кавказ. Семья Качкарова, хоть и немного обжилась в Средней Азии, не колеблясь, решила вернуться на родину. Мы со своей семьей вернулись к себе в аул. Оттуда были депортированы. Когда мы уезжали, нам говорили, что нам дадут и строиматериалы, и все, что нужно для строительства жилья. Но ничего не было. Но что делать? Ничего не осталось от нашего дома. Для обустройства мы даже делали гвозди из проволоки, чтобы прибить доски друг к другу. И так воздвигали, если так сказать, стены дома. После возвращения на Кавказ Нерчук продолжал работать, чуть позже создал большую и крепкую семью. Вместе с супругой воспитал 9 детей, прививая им любовь к родным обычаям и культуре. Трудности, с которыми столкнулись люди этого поколения, лишь укрепили их связь друг с другом и их любовь к родине, которую они всегда считали самой ценной частью своей жизни. Асият Мамаева, Саид Исмаилов, Эрнест Чуков, Архиз, 24.